С крестом по воде в городе Маркс прошел крестный ход, посвященный очередной годовщине принятия православия на Руси. Маршрут состоял из нескольких километров по суше, но большую часть, почти 25 километров, участники прошли на катерах и лодках по Волге. Подробнее о том, как отметили 1026 годовщину крещения, верующие в нашем следующем материале. Последнее наставление, как правильно идти, держать хоругвы, главный атрибут крестного хода, и что при этом говорить. Кресты и изображения святых несут не представители духовенства, а прихожане Свято-Андреевского храма, как местные, так и приезжие. Несколько десятков человек, многие целыми семьями, например, Дубровины из Саратова, чтобы успеть к шести часам утра в Маркс, встали рано, говорит Александр. Только в радость все это крестный ход исчислять, Божья благодать, от которой просто потом, не знаю, как будто крылья в раз ставить, летаешь. Не в прямом смысле, но и такое было, говорит настоятель Свято-Андреевского храма, когда представители Покровской и Николаевской епархии, вспомнив историю, совершили крестный ход не по суше, а по воздуху. Мы со святыми мощами, с иконами совершили крестный ход на самолете из Энгельса по всей территории, над территорией нашей митрополии, практически на всей Саратовской области. И, кстати сказать, можно вспомнить годы войны, когда было очень трудно на фронтах Великой Отечественной войны. Крестный ход по воздуху с иконой Божьей Матери Тихвинского и Казанского совершался над Ленинградом, над Москвой, над Саленградом. В этот раз он пройдет по воде. Один из участков, самый протяженный от пристани в городе Маркс до берега в селе Подлесное. По автомобильной дороге это около 25 километров, почти 30 минут в пути. По Волге колонна маломерных судов преодолевает это расстояние почти за два часа. Идут медленно, как и положено, по правилам крестного хода, чтобы со стороны, а точнее с берега, можно было разглядеть колонну. На берегу люди выходят отдыхающие, машут руками, крестятся в ноги, кланяются, молятся. Замечательно, вот такая вот проповедь Христа, как написано, всякое дыхание дохвалит Господа. От берега в селе Подлесное процессия направляется к местному храму. В общей сложности путь от храма до храма около 30 километров. Из них по суше, правда, совсем немного. Светлане и ее детям это расстояние далось нелегко. Не многие, в общем-то, могут это вынести. Все-таки люди, здоровье у всех разное. И ноги сбивают, и мозоли, и раны. Все это, конечно, тяжело. Все равно все по возможности. Какую-то часть проходит необязательно, целиком. Не каждый может пройти все расстояние, но каждый знает, для чего он принимает участие в крестном ходе. Для них это своего рода преодоление трудностей, справившись с которыми, можно стать сильнее физически и духовно. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.